Это у нас минимальная температура, это максимальная температура. Это какая сейчас температура у нас? Каждые три часа строго по времени Галина снимает показания с приборов. Температура почвы и воздуха максимальная, минимальная, моментальная. Доверять приборам нужно, но, рассказывает женщина, и самой по сторонам смотреть приходится, а чаще всего на небо. Пока идет до метеоплощадки, всегда определяет высоту облаков и их форму на глаз, а он уже наметан. Потом идем на метеостанцию, все это высчитываем, составляем, телеграммы, кодируем их и отправляем. На метеоплощадке, помимо приборов, показания которых снимаются вручную, есть и автоматические, например, осадкомер или флюгель. Их данные выводятся сразу на компьютер. Ветер в направлении скорость ветра, средний, максимальный ветер. Это автоматически все она показывает. И ежеминутно она изменяется, как изменяется, например, давление, температура, влажность, все и ветер. В Ставропольский гидрометеоцентр такие данные попадают в 16 станций края в закодированном виде. И это не для того, чтобы никто не догадался, а наоборот. Этот шифр поймут и синоптики в другой стране. Это такой универсальный метеоязык. Здесь мы уже раскодируем и смотрим, соответственно, какая погода на данной станции существует в данный момент. Такие сводки мы получаем каждые три часа. И можем уже знать, какие явления погоды происходят на станции, температуры, точка росы, ветер, направление, скорость. В нашей стране не так давно этот праздник стал двойным. 23 марта – это Всемирный метеорологический день, который отмечается в 189 странах, которые входят в МОО, Всемирную метеорологическую организацию. А в 2008 году был подписан приказ о том, чтобы на территории Российской Федерации 23 марта мы еще отмечали и день работников гидрометслужбы. Подарок синоптикам преподнесла и погода. С утра потеплела, но надолго ее доброты не хватило и в течение дня уже показала свойственные ей капризы. В марте, говорят метеорологи, для погоды такое изменчивое настроение традиционно. Успеет погода поменяться и на выходных. Сегодня ночью местами по краю ожидаются небольшие умеренные осадки. Завтра днем в большинстве районов края будет отмечаться дождь и вечерние часы, возможно, с мокрым снегом. Температура воздуха сегодня ночью будет от минус 1 до плюс 4 градусов тепла, завтра днем плюс 5-10. В воскресенье 25 марта осадки прекратятся днем, ветер тоже стихнет и температура воздуха ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Олеся Мелехова, Илья Аладин, Информбюро, Итоги.